Они начали сбивать кулаками и пинать нас обоих. У мужчины, которого я вытащил из толпы, ухо было в крови, а меня били сзади по ногам, били по коленям, ребрам и спине. Все это просто потрясло меня. Зенон Дальницкий был одним из многих, кто весной прошлого года подвергся нападению во Флашенге, китайском районе Нью-Йорка. Что же произошло во Флашенге прошлым летом? Группа добровольцев, американских граждан, которые занимаются практикой Фалунь-Гун, обычно раздавала листовки с информацией о том, что такое Фалунь-Гун и о непрекращающихся репрессиях последователей Фалунь-Гун в Китае. Эрпин Джан представляет информационный центр Фалунь-Дафа. Эта организация отслеживает случаи нарушений прав последователей Фалунь-Гун. Он заявляет, что имеются доказательства того, что коммунистическая партия Китая пытается репрессировать последователей Фалунь-Гун не только в Китае, но и в Нью-Йорке. «Преступники совершили нападение на этих граждан с подачи генерального консула КНР». Доказательством непосредственной причастности консульства КНР к этим нападениям стало телефонное интервью, подлинность которого впоследствии признала Министерство иностранных дел США. «После того, как они атаковали последователей Фалунь-Гун, они пришли ко мне, и я лично пожал руку каждому из них в знак благодарности». «Мне сразу стало ясно, что этих людей направил китайский режим. Время от времени они сами признавались в этом, либо это становилось очевидным из их ответов на наши вопросы». Но больше всего последователей Фалунь-Гун удивил ответ, который они получили, когда обратились за помощью к местному депутату городского совета Джону Лю. На данный момент Джон Лю баллотируется на одну из самых важных должностей Нью-Йорка – должность финансового контролёра, в ведении которого находится многомиллионный бюджет города. «Джон Лю, как депутат городского совета от района Флашинг, вместо того, чтобы встретиться с пострадавшими последователями Фалунь-Гун, гражданами Соединённых Штатов, предпочёл встретиться с бандитами, которые напали на последователей Фалунь-Гун и которых впоследствии арестовала полиция. Это весьма тревожный сигнал». Одним из тех, с кем встретился Лю, был человек по имени Цу Вэй, которого арестовали по обвинению в физическом насилии. В конце концов, после того, как Антиди и другие СМИ сообщили о том, что Лю встречался с нападавшими, чиновник согласился встретиться и с пострадавшими. Эрпинжан и Зенан Дальницкий присутствовали на той встрече. «Под давлением общественности он всё же встретился с нами, и мы показали ему видео. Эрпинжан показал депутату городского совета Лю отрывки видео, на которых чётко видно одно из нападений. «Я попросил его осудить насилие, но он отказался. Он сказал, что его это не убедило. И это при наличии фактов и видеосъёмки. Он настаивал на том, что не имеет полной информации. Этим он полностью отрицал факты и фрагменты видео». «Он встретился с нами для того, чтобы создать видимость выполнения своей работы. Он показал очень ясно своими конкретными действиями, на чьей он стороне. Его позиция не в том, чтобы обеспечивать безопасность американских граждан в своём избирательном округе, а в том, чтобы отстаивать интересы китайской компартии, которая потратила бесчисленные ресурсы на преследование флунгун в Китае, и через свои посольства и консульства на гонение последователей по всему миру. Это было совершенно очевидно». Позже, тем же летом, когда в другом районе Нью-Йорка в средней школе было совершено нападение на почве расовой нетерпимости, но студента Сикха Джон Лю осудил это происшествие на пресс-конференции. Однако Зенан Дальницкий считает, что в этом вопросе Лю проявляет двуличие, поскольку он иначе относится к дискриминации последователей флунгун – группы людей, которую репрессирует китайская коммунистическая партия. «Я спросил его, а если бы та толпа кричала «бей евреев», вы бы приняли такую же позицию, как сейчас?» Он не ответил на мой вопрос, увиливал от ответа. Он не мог ответить даже на такой простой вопрос. Теперь Джон Лю, депутат городского совета, ответственный за флешинг, баллотируется на должность финансового контролёра Нью-Йорка – одну из трёх ведущих должностей в городском управлении. «Я не могу понять, как тот, кто помогает защищать интересы коммунистического режима в ущерб гражданам США, может обладать полномочиями в муниципальном учреждении. Это действительно страшно». Политическое будущее Джона Лю решится на последнем этапе выборов во вторник, 29 сентября. NTD, Нью-Йорк, США